В Видновском бассейне состоялась дружеская встреча воспитанников центра «Дельфин» из города Видно и из поселка Развилка. Ребята приняли участие в соревнованиях по водному полу, приуроченных к началу учебного года. За победу боролись две команды – пловцы и водное поло. А это спортсмены в возрасте от 10 до 14 лет. И также совсем начинающие, восьмилетние мальчишки, уже успевшие показать свои способности. Нужно постараться в соревнованиях, время свое улучшать, потом получать от тренера советы, как правильно плыть, как технику держать и все такое. Участие в соревнованиях для ребят – дело привычное. А что же нужно, чтобы выиграть? Наверное, прежде всего должен гореть сам тренер, желание, умение, знания. Задача соревновательная, чтобы почувствовали дух соревнований, прочувствовали важные не победы, а участие. В соревнованиях я люблю участвовать, потому что на тренировках я преодолеваю себя, на соревнованиях получаю свою оценку сам для себя. Морально поднимаюсь, становлюсь грамотнее чуть-чуть в чем-то. Игра проходила по правилам классического водного пола. Участники команд старались забросить мяч, то есть забить гол ворота соперникам. Четыре сета по пять минут чистого времени. Ну, наверное, основной – это игра рукой. Тут удар фиксировать плавание. Здесь тоже пригодится водном поле, чтобы выступать за мячом. Удары мяча по воротам. Все это надо. На протяжении всей игры мальчишки смело бросались в воду и показывали свои умения и навыки, искусно управляясь с мячом. За ребят болели родители, друзья и другие спортсмены. Я пришел посмотреть на соревнования, как занимаются более опытные ребята, которые пришли до меня. Каждый играл по-своему, каждый выложился в полную. А я стоял в защите, давал пасы хорошие и забивали бы хорошо. В течение четырех периодов шла упорная борьба за победу. Счет игры немного варьировался. То в пользу команды водное поло, то вперед выходили пловцы. Мне понравилось, что мы играли против них впервые, сыграли нормально в поле. Мы с ними играем третий раз, обычно мы им проигрывали очень часто. А сейчас вот сыграли в поле хорошо. Игра завершилась со счетом 9-9. Но за нарушение правил в штрафной площадке судья назначил буллит, когда игрок выходит в центр поля один на один с вратарем. В итоге победителями стали участники команды поселка Развилка. Все ребята получили сладкие призы, а лучшие нападающие и защитники были отмечены грамотами. Лариса Вольнова, Алексей Ильгин, Елена Кошелева. Видное ТВ.